Приветствую! Мы приобещаемся на восток Москвы, Преображенский район, в район метро Преображенской площади. И здесь от Медового переулка Ямалой-Семеновской улицы и до 27-го дома по улице 9-я рота проходит вот эта вот самая улица 9-я рота. Ну то есть она тупиковая. Она проходит как раз от Медового переулка и дальше до одного из жилых домов. И все. И дальше проезда нет. Ну не всегда было так. Когда-то она доходила до Преображенской площади от улицы. Ну а потом уже во второй половине 20-го века она была, эта часть от Преображенской площади до 27-го дома застроена разными зданиями. И соответственно эта улица стала тупиком. Вначале эта улица пересекает великозаводскую железнодорожную ветку промышленную. Ну по сути она сейчас уже не используется. Но пока еще рельсы есть, не разобраны. Возможно даже какое-то минимальное движение по ней сохраняется. Ульца двухстороннего движения промежутого транспорта по одной полосе в каждом направлении. И длина улицы составляет около 1 километра. У нас была улица 15-й веке. Здесь была Преображенская Савлазская Слобода. И в ней была 9-я рота Преображенского полка. Ну наверное может быть рот было и больше, но вот как-то назвали в 9-й именно рота. Не знаю почему это было связано, но чем-то она была памятна. В 19-е веке здесь возникло много промышленных предприятий. А в 1920-х годах были уже построены советские пятиэтажки. И вот как раз в 1970-е годы эту улицу отрезали от Преображенской площади равными зданиями. Теперь давайте, да, ну я хочу сказать, что жилых домов в принципе здесь есть. И они пяти и двенадцатые этажные построены в 360-х и 70-х годах. И шестнадцатые этажные построены в 360-х и 70-х годах. Теперь давайте пройдем по этой улице. Начальный ее отрезок, он все там очистится по Малой Семеновской улице и по Суворовской улице. Ну начинается эта улица слева с бизнес-центра на Семеновской, так и называется. Это бывшая фабрика «Особожденный труд», а справа со стороны находятся офисы, ну, в бывших фабричных корпусах. И все, в общем-то, эти объекты они чистят по Малой Семеновской улице. Потом идут гаражи, право и слева, как раз вот примыкаем к железной дороге. Дальше пересекает эта улица железную дорогу, дальше снова идут гаражи, а потом идет два пятиэтажных дома, здесь по Суворовской улице. С левой стороны, справа идет стоянка уборочной техники. И вот затем уже строение по этой улице, два дома по 16 этажей. Вот и компания «Подарочный текстиль» по номерам 2. Но надо сказать, что здесь несколько улиц, они проходят параллельно друг к другу, а именно это Суворовская улица, это улица Буженинова и Электрозаводская. И вот они прям, и вот эта улица, 9-й рот, и они вот так вот параллельно проходят, и поэтому некоторые там здания, они, так сказать, вот пересекаются, и как бы числятся то по одной, то по другой улице. Есть такое, в принципе, достаточно часто встречается. Так вот, дальше у нас идет строение бывшей отказы фабрики с левой стороны, бывшая отказка фабрика «Лента», и она чистится по Суворовской улице. Ну и дальше к ней привыкают также небольшие офисные здания по номерам 7 и 7, которые учительятся по улице 9-й рот. А напротив находится кольжер архитуры и менеджмента в строительстве, четырехэтажное здание по номерам 4, ну еще в советской временной постройке, когда-то было ПТУ. И дальше у нас идет офисное здание по номерам 4, а двухэтажное, ну когда-то бывший детский сад от, так сказать, завода, опять-таки завода, который находится неподалеку, построен в 1940 году. Далее у нас с левой стороны идет три двухэтажных здания, которые чистятся по Суворовской улице, и одно здание числится по номерам 9 по этой улице 9-й рота, верхний этаж деревянный, а второй, а нижний, соответственно, камень. А против находится офисное двухэтажное здание по номерам 6, построен в 1940 году, и далее находится здание компании «Мосводостолк» по номер 8, корпус 1, двухэтажное здание, построен в 1860-х годах, и за ним дальше находится Преображенская межрайонная прокуратура здания. Трехэтажное, номер 8, корпус 2, построен в 1852 году. Далее слева находится жилой комплекс «Гринфорд», который тоже чисто по Суворовской улице, то есть мы видим здесь, пересекаясь, поставим Суворовская улица здания, и вот как раз и эта улица, ну потому что они близко проходят, в Суворовской прям совсем рядом проходят, параллельнее этой улицы. Вот, и напротив этого жилой комплекс «Гринфорд» находится пятиэтажный жилой дом, поднимем 14-30-го года постройки, ну, бывшее Куйбышевское общежитие. Вот, ну, сейчас, возможно, уже просто жилой дом, отселенный общежитие. Далее у нас тут слева две пятиэтажки 60-х годов постройки, а напротив находится школа, такая современная, при МАИ, Московском энергетическом институте, под номером 14-30-го, четырехэтажное здание, построенное в 2004 году, вот, с усиленным изучением информации. Вот, ну, когда-то на этом месте была старая школа. Далее эта улица пересекает Кобылинский переулок, и далее у нас идут, заканчиваются улицы двумя домами, по 12 этажей слева, а справа находится новый функциональный центр, вот, в зданиях бывшей усадьбы Горбунова, под номером 16, вот, ну, был такой Горбунов, старообрядец, здесь, вот, такая старообрядческую литературу, вот, здание начала 20-го века, там несколько зданий, эта усадьба сохранилась, ну, и главный дом, и в Лигане, и всякие родственные постройки, вот, ну, когда-то, еще недавно был тут Преображенский суд, сейчас он съехал, и, вроде как, эти здания, они то ли не используются, частично как-то обещали, то ли, может быть, там какие-то офисы, ну, в общем, улица довольно-таки интересная, приглашаю посетить ее, в принципе, много интересных зданий, конца 19-го, начало 20-го веков, довольно интересных, не похожих двухнагогов, так что, думаю, будет интересно, ну, лучше всего, или от метро Преображенская площадь идти пешком, или можно доехать на трамвае, это 2.11.36, до остановки Преображенский рынок, вот, ну, это основа, что находится на улице Преображенский вал, ну, и дальше, прям, чуть-чуть через Ковылинский брюх, можно пройти на улице Преображенская площадь, приятного прогулка, до новых встреч, новых встреч!